Всем привет! Сегодня у нас будут комиксы. Почему комиксы? Так получилось, что люди попросили затереть персональные данные и исказить картинку, дабы невозможно было однозначно опознать некоторых участников данного события, поэтому я там путем некоторых манипуляций попробовал, как это можно поменять и увидел такой интересный формат, когда все переводится в черно-белое и реально невозможно опознать по лицу человека. Поэтому, ну и когда я это сделал, увидел, что оно похоже на комиксы, реально, на черно-белые рисованные комиксы. Поэтому так и начал я по поводу комиксов. Какая предыстория? Предыстория самая обычная. Остановили человека на евро номерах и после недолгой беседы вдруг внезапно обнаружили, обнаружили, ну вы знаете, да, что человек якобы находится в состоянии наркотического опьянения. Ну, давайте дальше картинку смотреть. Всем доброго дня. Я инспектор патрульної полиции, старший лейтенант Хмещуна. Допунили транспортный засіб, ПМВ 530, державный номер, знак Польша, СЛУ 66, Міна. Під керуванням данного громадянина, називіться, будь ласка. Дата народження ваша пам'ятна. Значит, при спілкуванні з Олександром Андреевичем, бачимо в нього ознаки наркотичного спьянення. Зараз в присутністі двох свідків, називіться ви, будь ласка. Ткаченко Володимир Олександрович. Рік народження. 26 грудня 1986 року. Ви, будь ласка, називіться. Сираж Анатолій Федорович. Рік народження. Значит, дивіться, в присутністі двох свідків. Пропонуємо вам пройти огляд в найближчому медичному закладі на стан наркотичного спьянення. Їдете з нами в медичний заклад? Да, я уже принесли. Їдете в медичний заклад, да? Да. Все, він там. Їде в медичний заклад. Їде в медичний заклад? Да. Дивіться, зараз я роз'ясню. Відповідь на поліція Аркави. Дивіться. Я вам роз'яснюю ваші приватні обов'язки. Дивіться, є спільний наказ Міністерства охорони здоров'я та Міністерства внутрішній справ 1452 по вийгу водіїв, в них ознак алкогольного або наркотичного спьянення. Під час спілкування з даним водієм є підозра, що даний водій жував наркотичні речовини. Це не раз жували наркотичні речовини, чесно кажіть. Вчора. Що ви жували? Кулів. Що курили? Траву. Ну траву, як воно називається? Нормально кажіться. Трава як там. Трава, марихуана. Правильно я вас розуміє? Так? Так. Дякую день. Добре. Добре. Так, що случиться? Та не чомусь. Не мешайте, будь ласка. Стійте, зараз закінчимо. Дивіться, в присутності двох свідків ми вам пропонуємо проїхати з нами до лікаря нарколога. Для здачі аналізів на виєдну стану наркотичного спьянення. Якщо в присутності двох свідків ви погоджуєтесь, ви сідаєте в транспортний засіб, ставите отут. Сідаєте до нас в транспортний засіб і їдемо до лікаря нарколога. Потім приїжджаємо. Я передумав, я не хочу, так висіть мене назад, такого не буде. Ви приймаєте рішення прямо тут, в присутності двох свідків. Зважуєте все. Вам зрозуміли ваше привато, ваше обов'язки? Зрозуміло. Ви знаєте, що ви вживали наркотичні речовини. Знаєте, що це заборонено вживати. Тим більше сідати за кермо транспортного засобу, вживши наркотичні речовини. Протягом трьох тижнів даже заборонено сідати за кермо. Ви вживали вчора. У вас даже губи, вон, дивіться, біло. Ви бачите, які його губи. Це є ознакою. Дивіться, приймайте рішення, присутність двох свідків, ще раз скажу. Їдеш, сіли, поїхали. Якщо лікар-нарколог дасть нам висновок, що ви вживали наркотичні речовини, в вашому організму знайдені якісь наркотичні речовини, марихуана, що ви вживали, воно покаже. Ми приїжджаємо, там же складаємо матеріал по 130-й, сюди приїжджаємо, трансформернізація біде на штраф-площадку. Або приїжджає владільець потік-площадку, або чоловік з довірністю. Присутність двох свідків, а може, мій колега, пропонував, ще раз зважте, я ще раз скажу, щоб не було, а потім я не хочу, я не буду, я передумав такого не буду. Їдемо до лікаря наркологи? Так. Їдете? Все, дивіться, щоб потім не було ніяких. Дякую. Происходит обычна процедура, да, два свідків, ну а точніше, правильно їх все-таки назвати понятними, при понятних, ему предлагається пройти осмотр у врача-нарколога, на що сам водитель соглашається, да, причем, що интересно, я не знаю, почему так, я сам получил це відео, вот в такому віде, і самому інтересно, почему именно так произошло. Поліцейський у нього спрашиває, ти курил? Ну, він говорить, ну, курил, да, вчера. Ну, це важний момент для данного видео, а ми до нього дійдем в конце. І казалось би, що тут такого? Человек соглашился, і, в общем-то, дальше должно произойти, как бы, следующая поїздка в нарко, там, этот диспансер, ну, не в диспансер, да, в общем, к врачу-наркологу. І там врач-нарколог должен отобрати уже, там, речовину соответствуючую, ну, либо не отобрати, якщо він не відбувається признаків. І, після цього вже, як би, вилка, да, туди чи сюди, наказати, либо оправдати. Але, вдруг, внезапно, через 7 минут, появляється продолження цього видео. Звідси, будь ласка. Значит, при спілкуванні з даним громадянином бачимо в нього ознаки наркотичного сп'яніння. Значит, присутністі двох свідків, називіться, будь ласка. Сущенко Олександр Віталійович. Дата народження ваша. Четверти, десяти, тиша, 287. Ви, будь ласка, називіться. Звідбувається Анатолій Ядамович. 25.06.68. Значит, присутністі двох свідків, Олександр Віталійович, пропоную вам пройти огляд на відближеному медичному закладі на стан наркотичного сп'яніння. Їдемо в медичний заклад здавати аналізи? Ні, я відмовляюся. Відмовляєтесь. Ви розумієте, що якщо ви відмовляєтеся від проходження огляду на стан наркотичного сп'яніння, відносно вас буде складено протокол і ви будете нести відповідальність згідноченого законодавства про відмово проходження на стан наркотичного сп'яніння лікаря-нарколога. Так, я розумію. Розумієте? Так. Свідки почули, даний громадянин відмовився від проходження огляду на стан наркотичного сп'яніння лікаря-нарколога. К тому, Александр Андреевич, приступаем зараз до складания ответных материалов, протоколов, которые подальше ему будут переданы до суда. И что у тебя там в крови находится соответствующее наркотическое вещество. Поэтому смысла тебе реально ехать к наркологу никакого нет. Поэтому давай, ну конечно, плюс еще говорят и тачку же заберем. Сами понимаете, евробляха, это ж один из способов надавить на больное. А так, говорит, отказывайся и в общем-то дальше плевать там на этот автомобиль и он поедет туда, куда ты захочешь. Ну и как бы парень отказывается. Потом эти материалы попадают в суд, причем материалы попадают частично в суд, конечно же, именно отказные. Но человек, который занимался этим делом, получил все материалы, видео в патрульной полиции и вот предоставил суду. И суд, конечно, немножко обалдел. Как это так? Что это вообще происходит? Две процедуры, два различных ответа и еще промежуток, вырезанный между как бы вот этими двумя процедурами. Что происходит? И в итоге постановил оправдать человека, потому что это просто полный абсурд, слишком много нестыковок, слишком много вопросов к полиции для того, чтобы однозначно утверждать, что в действиях данного водителя есть состав административного правонарушения. В итоге водитель, как я вам сказал, был оправдан. Не понес никакого наказания. Он по 130-й. Но чем интересно данное видео, кроме вот всего этого? Оно интересно еще и тем, что у нас есть вот некая такая проблема в законодательстве. О которой я, в принципе, о ней давно уже думал, но как бы не было повода о ней поговорить. А вот в данном конкретном случае есть повод поговорить об этой проблеме. У нас по 130-й ответственность предусмотрена за управление в состоянии опьянения. Либо алкогольного, наркотического, либо под медицинскими препаратами, что, в свою очередь, не дает вовремя реагировать на дорожную обстановку. Смысл именно в этом, что у человека некое измененное состояние, которое тормозит его рефлексы и дает возможность начудить на дороге, попасть в ДТП, сбить кого-то, еще что-то подобное. И вот для алкоголя предусмотрена норма 0,2 промилле. Для того, чтобы либо быть привлеченным, либо не быть привлеченным. То есть, посчитано, скажем так, опытным путем, что именно состояние опьянения свыше уже как бы тормозит скорость реакции. Если же опьянение ниже установленной вот этой вот черты 0,2 промилле, то вроде как человек может управлять безопасно транспортным средством. Но для наркотических веществ ничего подобного нет. И если в итоге будет установлено, что в организме слюни, в крови, в крови в первую очередь, потому что в крови дольше всего может находиться наркотическое вещество. Если будет установлено, что в крови находится наркотическое вещество, то по факту человек будет привлечен по 130 за управление в состоянии опьянения. Но при этом он мог, вот как этот, например, парень, он покурил вчера, а сегодня он может безопасно управлять. Уже наркотические вещества никак не влияют на скорость его реакции. Я вам больше скажу, может вы и сами знаете, некоторые наркотические вещества имеют свойство сохраняться в организме от нескольких дней до нескольких недель. И возникает вопрос, подождите, а у нас наказан должен быть тот, кто находится в состоянии опьянения в момент управления, либо тот, кто управлял и в крови которого найдено наркотическое вещество. Никто не считает тот размер, объем наркотического вещества, как он влияет на скорость реакции водителя. Вот это очень большой пробел. Да, наркотики это плохо. Ну, не стоит употреблять, не то что злоупотреблять, вообще не стоит употреблять наркотики, не нужно, это очень плохо. Но мы сейчас говорим не о том, что хорошо, а что плохо. Мы говорим о том, заслуживает ли человек наказание за то, чего он фактически не совершал. Если он и употреблял там несколько дней назад, то должен ли быть он наказан за то, что он трезвый едет сейчас на автомобиле, но при этом он вот, видите, ли там пять дней назад употребил какое-то наркотическое вещество. Должен ли он быть наказан? Ну, я считаю, что нет. Это, ну, как бы большой пробел и большая проблема вот вообще в этой ситуации по 130-й. Ну, вот как-то так. До встречи! Каждый делал то, что мог либо. Я просто совру и сказал, что здесь был выбор. У меня была мечта и никаких х**ных игр. Я всего лишь хотел оплатить ее.